Виктор Братченя, 12-кратный чемпион мира по армрестлингу, на прием к губернатору принес только некоторые свои награды. Уже 16 лет спортсмен завоевывает медали и кубки, прославляя области, страну и говорит, что это еще не предел. Он готов много работать. Однако, к сожалению, пока армрестлинг не относится к олимпийским видам спорта. И это существенно усложняет процесс получения финансовой помощи спортсменами в ходе подготовки. Анатолий Лис поручил проработать возможности содействия спортсмену в данном вопросе. Спонсори обычно как? Помогают спецовыми соревнованиями, то есть буквально за месяц. А подготовка ведется круглый год. Поэтому это спортивное питание, фармакология, витамины. То есть обычное питание, которое должно быть усиленное. То есть это занимает довольно большие средства, уходит на это. И соответственно, где-то обновить оборудование спортивное. Это тоже все стоит больших денег. Как я понял, меня услышали. Понятно, что нужно подождать. Я надеюсь, что результат. Плюс, если будет такая поддержка, то я думаю, что завоевание золотых медалей, но это уже будет дело техники. А это делать я умею хорошо. Представители сразу двух организаций обратились к губернатору по земельным вопросам. В непростой ситуации, скорее всего, не без приложения собственных усилий, к примеру, оказалось предприятие Юркос. Однако после беседы с руководителем области, дело имеет все шансы сдвинуться в положительную сторону. Удовлетворен в полном объеме. То есть решение правильное, хорошее, оно дает нам возможность инвестировать в район, завершать строительство, вводить объект в эксплуатацию. В ходе мероприятия губернатор региона Анатолий Ильис обратил внимание на важный момент. Представители малого и среднего бизнеса должны повышать свою юридическую грамотность. Многих вопросов, с которыми потом приходится идти на прием, тогда удалось бы избежать. Есть законодательство, оно может быть там несовершенно, но его надо соблюдать. А вторая проблема, о том, что, конечно, его надо нам немножко упрощать, для того, чтобы более, значит, свободно или быстро мог этот бизнес развиваться. Потому что когда эти согласования идут долго, да, пока вот, как они видите, вроде бы они, ну, люди обратились в райисполком, да, участок этот свободный, можете, но они понимают так, что на нем можно, значит, какие-то действия проводить. Не понимая, что надо было это все узаконить. А может и понимая, но, значит, этому где-то надо нам подвигаться в этом плане и законодательством упрощать это. То есть быстро согласовали, видно, что, значит, он, значит, этот участок может быть для развития. И все, тут же принять решение исполкома, и не надо ходить этому человеку со всеми службами полгода или год согласовывать. Жители одной из деревень Брестского района пришли с просьбой разрешить им держать свиней в личном подсобном хозяйстве. Однако, согласно действующему законодательству, территория, где они проживают, относится к карантинной зоне, расположенной рядом со свинокомплексом. Запрет на содержание вызван непростой ситуацией по африканской чуме свиней в соседних странах. И снимать данные ограничения в настоящее время нецелесообразно. Тем более вопрос этот решается на республиканском уровне. Я сегодня вот им приводил, гражданам, пример, что представьте, ну не дай бог, такое произойдет, что у нас на крупных комплексах, где около 100 тысяч один и второй свиней находятся, если там каким-то образом мы занесем АЧС. Это будут огромнейшие потери. Финансовые, социальные. То есть мы потеряем огромное количество продукции. Второе, куда людей девать? Это на этом комплексе 300-400 человек работает, его надо будет закрыть. Потом мясокомбинаты, которые останутся без продукции. Это заработная плата людей и так далее, и так далее. Поэтому мы перестраховываемся. И вот я вижу, что люди это правильно воспринимают. Компетентные и по существу ответы получили все пришедшие на личный прием жители края. Такая форма общения уже давно подтвердила свою эффективность. Безусловно, разрешить все сложности одномоментно невозможно. Однако процесс под контролем губернатора, безусловно, происходит гораздо быстрее. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.